Всем привет, с вами Тед и сегодня у нас крутейший гайд на Терра на Афстаркраф 2. Короткое достаточно видео вас ждет, но которое обеспечит вам длинную черту побед. Очень-очень длинную. Смотрите, с чего мы начинаем. Мы начинаем с того, что мы ставим сапплай, мы ставим барак и ставим газ. То есть все стандартно, как в Reaper CC. Достаточно стандартный билд, обычное начало против протаса. Ничего сверхъестественного. 18-й скаут, точнее 17-й рабочий роли-поинт там едет скаутить. Ну и соответственно на 18-м лимите он как бы выезжает. То есть такой вот у нас тайминг. И вот задача приехать и посмотреть, есть вторая база или нет. В принципе он со своей задачей тогда справится. Дома мы тем временем открываемся в Марико. Не в Reaper, не в Reaper, а именно в Марико. И желательно, очень желательно, ребят, сразу скажу. Очень желательно, если вы в Марико будете прятать вот здесь. То есть либо здесь. Марико спускаете вниз, только если вы 100% уверены, что вы убьете вражескую пробку. Если такой вероятности нет, то если она ушла или еще что-то, Марико держите сверху. Таким образом вы не показываете сопернику, что у вас Марик. Потому что соперник, который понимает как считать игру, он поймет, что если это Марик, значит куда-то был вложен газ. А мы как раз таки его куда-то вложим. То есть у нас первый Марик, затем CC. Все как в Reaper CC, только Марико. И газ у нас сэкономлен. Вот. Проверяем, есть ли вторая база. Желательно ее уже увидеть. Если не увидели, поднимаемся наверх и проверяем, что происходит. В принципе здесь я увидел, что ладно, вроде бы все норм. Спускаюсь, смотрю вторая база. Думаю, ладно, хорошо. Это вторая база после технологии, либо еще что-то такое. После Зилка есть такие безопасные вторые базы. Вас главное устраивать, что он играет с двух баз. Вы делаете вид, что вы едете домой. Но сразу же сворачиваете и ставите прокси прямо возле его базы. Но желательно не просто возле его базы. То есть вот сюда вот поехать. Этого делать не надо. А желательно там, куда он не пойдет. То есть может быть где-то здесь. Это может быть вот тут. То есть не подалеку, не подалеку, но по пути домой. И таким образом вы вкладываете свои добытые сотку газа как раз-таки быструю. Дома мы делаем реактор после марика. Как я говорил, его мы не спускаем. Вот максимум эту пробку мы убиваем. То есть здесь мы палим в принципе эту тему. Но это как бы ничего страшного. Второй газ ставим сразу после фэктори. Про кси фэктори. Естественно, больше ничего пока что построить не можем. Фэктори идет, идут два марика. И марика мы строим без перерыва. Все, отсюда мы строим без перерыва. Какие уязвимые точки у этой стратегии? У нее есть парочка уязвимых точек. Это сталкер. Если вас сейчас будут приходить со сталкерами и напрягать, будет напряжно. Потому что у вас дома ничего нету, кроме этого барака. Против сталкеров просто не спускайтесь, пока у вас не будет преимущества по марикам. То есть где-то там 4 марика на сталкера. Нападайте, наваливайте, все без проблем. Плюс-минус в такой математике. Главное, строите марики без перерыва. И опять же, сразу здесь упомяну. А если у вас выбор. Построить рабочего. Либо марика. Стройте марика. Мы сейчас играем не в макро. Мы играем в раннюю тайминговую атаку. Поэтому всегда выбираем юнита. Именно в этом билде. То есть если вам нужно построить саплайку, чтобы кого-то построить из юнитов. Или рабочего сначала. Всегда сначала саплайку. Именно в такой математике. Здесь рабочий, как только достроил фэктори, ставит старпорт. Таким образом, в фэктори готовы в 2.50. Старпорт ставится на третьей минуте. И в фэктори ставит сразу техлабы себе. Вот. Дома мы там пристраиваем саплайки по мере необходимости. Строим рабочих по мере необходимости. Строим дальше мариков. То есть мариков, мариков, мариков нон-стопом. Здесь мы что делаем? Мы заказываем танк, медивак и еще один танк. Именно таким образом. То есть танк, медивак и еще один танк. Как только построился медивак, строим техлабы здесь. Это крутейшая тема. Вот. И отсюда получается, вы по желанию можете взять или всех, или там 3-4 рабочих, чтобы они шли чинить танк. Это по желанию, если не забудете. То есть это поможет пушу в любом случае. Вот. Ну, суть. Суть билда в чем? В том, что выходит второй танк. Вы его подбираете. И мариками нужно было выйти чуть-чуть раньше. Я немножко поздно вышел. Вот. И идея в чем? В том, что вы подбираете этот танк, летите и прилетаете к протасу. Посмотрите, если идеально сделать. 4-40. В 4-40 вы здесь уже раскладываетесь. То есть это при идеальном исполнении. Здесь я немножко тупанул и ко мне залетают ораклы. Дома ничего нету. Но что я делаю дома? Я ставлю еще два барака. Еще два барака. Зачем? Кто смотрел мои прошлые гайды, уже знает, что есть такой классный билд. Когда мы просто с типа двух баз, но при этом на второй у нас рабочих нету, строим баньшей, танков и мариков с реактора. И мы еще можем позволить себе два барака без пристроек. То есть вот эти два барака будут без пристроек. Поэтому мы из этой вот всей установки обязательно, обязательно начинаем строить юнитов. То есть это важно. Вы тогда сможете очень сильно быстро замакситься. У вас точно не будет никаких проблем. Не забывайте соплайки. Но здесь идет такой интересный поворот событий, так сказать. Прилетают ораклы, прилетают ораклы. А что мы можем ответить? У нас реально дома ничего нету. И против этих ораклов нужно 10 мариков. Все 10 мариков сейчас на карте. Поэтому ораклы приходят, исправляют нам минеральную линию. Я даже не пытаюсь уводить рабочих. Я понимаю, что это бесполезная задача. Хотя стоит уводить рабочих в такой ситуации. Потому что у ораклов энергия кончится и они перестанут драться. То есть все выглядит очень-очень плохо. Понимаете, нам убили всю минеральную линию. Все вроде бы отвратительно. Но я скажу вам, что нет. Все замечательно. Если протас сложился в двух ораклов и он прилетел убивать вам рабочих. Значит у него какие-то проблемы дома. Давайте посмотрим, чем он занимался дома в это время. То есть как он будет защищаться от нашего пуша. Мы увидели как он приходит. Как протас к нам приходит и начинает убивать наших рабочих. Что же мы можем дать ему в ответ? Смотрите. Мы берем двумя танками. Медиваки. Прилетаем. Это, кстати, первый раз, когда я играл этот билд. То есть уже я делал его на 15 секунд раньше. И типа просто-просто сложаться. Мне просто понравился этот реплей. Потому что, как я говорю, я дропнул поздно. И он уже мне выжег, выжег всю минеральную линию. То есть просто жесть. Вот. Смотрите. Дропаем танки. Я их тут сразу раскладываю. Начинаю что-то типа бить. И в принципе, бах-бах-бах. Пробки все. Смотрите. Вон, ашмёточки просто разлетаются. Просто ба-бах. И всё. И нету пробок. Танки складываем сразу. И понимаем, что мы только пришли. За секунду уже минеральная линия легла. Просто легла минеральная линия сразу же. Это отвратительно. Поднимаемся наверх. И начинаем. Начинаем что мы бить. То есть много кто поднимается наверх в протасу. И пытается там начать. Стрелять по гейтам, по кибернетке. Ещё по чём-нибудь. Стреляйте по пилонам. Пилоны это самое уязвимое место протаса. Посмотрите. У кибернетки в общей сумме 1100 жизней. У пилона 400. Ну просто убейте пилоны. Кибернетка уже как бы не работает. Но это конечно больше относится к гейту. Там старгейту и прочим вещам. Здесь естественно мы подъезжаем. И просто бьём. То есть в принципе раскладывать можно только один танк. Два раскладывать не обязательно. И тут мы видим парень-то играет в грелок. Но грелки не страшны. Когда у вас марики. Марики под медиваком грелок спокойно разбирают. Просто бежите на них. Вот так вот крушите. И грелочки лягут. Вот такой вот шикарный пуш. Просто ребята. Вообще великолепный пуш. Очень-очень много побед им можно одерживать на самом деле. Сейчас мы увидим ещё как эти марики разбираются с ораклами. Ораклы тут пытаются найти что-то. Подумать. Придумать. Выходит грелка. Но грелка умирает буквально за три выстрела. Оракл умирает за тех же три выстрела. Этот вообще за два. Вот так вот марики расправляются с процессом. И парень пишет GG. Вот такой вот сумасшедший пуш. Надеюсь вам понравилось. С вами был Тед. Всем пока. GG. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok